и значит сегодня у нас глава бамидбар глава бамидбар но в основном будет у нас сегодня большая часть урока конечно же по мишлей потому что сегодня глава мишлей 15 сегодня 15 мая и глава уникальная да все главы мишлей уникальные но сегодня она настолько тишина настолько раскрывающая то что нужно знать каждому что я прямо хочу уделить больше внимания значит сегодня у нас бамидбар бамидбар значит глава торы и глава 15 мишлей притчи царя салмона включаем начать запись и поехали да и так в недельной главе мы вчера разбирали имена имена сынов израиля которые которые уже на второй год то есть прошел год после исхода из египта прошел год после исхода из египта и они значит в пустыне находятся в пустыне бамидбар находятся они в пустыне и сказал бог их пересчитать и вот их пересчитали значит пересчитали их сколько же их было значит бамидбар открываю сейчас сейчас дыху катай бамидбар вот она книга бамидбар очень советую кстати тоже издание торы прекрасная полностью в одной книге это тора с комментариями рава шимшина гирша признанного духовного лидера евреев европы германии 19 века жили два очень известных еврея равдирш и карл маркс во времена написания капитала равдирш создал уникальные комментарии который который лучше бы карл маркс тоже создавал комментарии эктория значит и вот мы вчера говорили о том сколько о именах мы говорили о именах сыновей израиля эти имена мы видим что каждое имя имеет какой-то смысл вот меня зовут ицхак будет смеяться и мне это имя если бы я понимал его постоянный смысл то есть если бы не говорили сейчас там александр мне говорит привет будет смеяться и тут же значит микола говорит привет будет смеяться артем говорит шалом будет смеяться то я бы конечно бы смеялся бы ухахатывался да потому Потому что имя, которое есть у человека, оно должно нести какой-то смысл. И это очень понятно, да? Индейцев, например, как называли? Там, этот зоркий глаз, этот быстрая нога, этот такой-то, этот такой-то. И еврейские имена, они тоже имеют смысл, но про этот смысл почему-то все забыли. Есть в Киеве один мальчик маленький, ну, в синагогу он ходил, его звали Дов Бер. Дов Бер, двойное имя. Дов это медведь на иврите, а Бер это медведь на идыше. Его звали Дов Бер. Так я его назвал двойной медведь. Привет, двойной медведь. И каждый раз, когда я его назвал двойной медведь, имя, оно, оно, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Это очень важно, это очень важно, и как раз это будет переход к Мишлей сегодня, то, что мы будем учить притчи. Это как раз про силу слова. Значит, вот Тора нам перечисляет имена всех глав колен. И звали их, мы вчера разбирали, Ахеезер, брат мне в помощь. Пади Эль, это встретил я Бога, Бен Ахран. Ахран, я не знаю, как переводится. Легат Эль Ясав, Бог мне добавит. Представляете, тебя как зовут? Бог мне добавит. Еще раз, он знакомится с собранием. Значит, а вас как зовут? Бог мне добавит. То есть, если человек 10 раз в день скажет аффирмацию такую, да, Бог мне добавит, то понятно, что Бог ему добавит. Так. Эйнан, сын глазастого, да, если правильно я понимаю. Значит, бывают разные имена, конечно. И вот так звали глав колен. По их главам, значит, и они были тысячниками. То есть, весь Израиль был разделен на десятки. Был глава десяток, глава пятидесяток, глава соток, глава тысячных. Значит, это были тысячники. То есть, люди, которые были лидерами на тысячу человек. И взял Мушей Аарон этих людей, которых назвали по именам. Которых назвали именно по именам. Тора нам это подчеркивает. Не зря их так назвали. Назвали их по именам. То есть, имя человека, это невероятно важное обозначение. Теперь, смотрите, есть здесь у меня к вам вопрос. Вот как вы сами себя называете? Кто вы? Вот этот вот вопрос. Я помню, как-то одного спрашивают, как вас зовут? Он говорит, ну, как назовете, так и зовут. Тот спрашивает, не, а как вас мама называла? Он говорит, мама меня называла? Сыночек. Значит, он не хотел назвать свое имя, и он поэтому скрывал его. Мама называла сыночек. Очень важно, как человек себя называет, тем он себя считает. Как он к себе относится, да? Я помню, в Торе есть история про первого царя Израиля. Его звали Шауль. И Шауль, он был очень скромный. И он был очень скромный, и в итоге пришел пророк Шмаэль и говорит, ты Бога не послушался. Он говорит, ну, я же там народ хотел сделать как лучше, как то. Он ему говорит, пророк Шмаэль, тебе надо было слушать только Бога. И он ему говорит, хоть ты мал в своих глазах, это достоинство, да? То есть убрать свое эго и быть мал в своих глазах, как Авраама Вину. Он говорил про себя. Кто я, он говорил Авраама Вину. Я Афар Ваэфар, я прах и пепел. Царя Давида спрашивали, ты кто? Он про себя в псалмах говорил. Я, говорит, червяк, а не человек. Так он себя называл. Значит, Мошарабейну, он говорил, вообще меня нет. Он людям говорит, вы что ко мне пришли? Меня нет. Он говорит, вы все от Бога. Но пророк Шмаэль сказал царь Шаулю, что хоть ты мал в твоих глазах, но ты царь Израиля, и ты не можешь, значит, быть вот таким вот, да? То есть тебе сказал Бог, ты должен делать. Никто не может тебя переубедить. В общем, собрались первого числа все, второго месяца. Собрались они по своим всем таким вот родам, домам. Очень важная такая штука, что когда люди начинают хорошо относиться друг к другу, то у них очень становятся крепкие отношения в семье. И когда человек просто перестает там заниматься сплетни, злоязычия, начинает позитивно судить каждого человека, у него в первую очередь это отражается на очень хороших отношениях в семье. То есть он, у него налаживается все. Это очень важная вещь. Теперь, и как приказал Бог Моше, он их всех посчитал. В общем, всех посчитали. И теперь идет, сколько их было. И было сыновей Реувена, первенца Исраиля. То есть, как мы помним, у Якова, который получил имя от Бога Исраиль, у него было 12 сыновей. Первого сына звали Реувен, он был первенец. И получилось, что его порождение, вот этот род Реувена, по семьям, по домам отцов, когда их всех посчитали, то получилось, что там было мужчин, которые были старше 20 лет, те, кто могли идти в армию, то есть от 20 до 50 лет. И сколько их было, как вы думаете? Шиша Варбаим Элев. 46 тысяч, ВХМШ МОД, 46 тысяч 500. То есть, первое колено мужчин было 46 тысяч 500. Давайте посчитаем. Если было мужчин 46 тысяч 500, женщин было, обычно женщин всегда больше, чем мужчин. Значит, женщин этого же возраста, детородного, было 50, допустим, 55 тысяч. Вместе их было 100 тысяч, вот этих вот, от 20 до 50. 100 тысяч. И плюс детей. Детей в каждой семье в среднем, возьмем, 5 детей было. То есть, очень в религиозном мире всегда много детей. Значит, 100 тысяч умножить на 5, 500 тысяч. И стариков. Стариков жили тогда мало, намного меньше, чем сейчас. Значит, плюс в каждой семье по одному старику, да? На еще 100 тысяч стариков. Значит, 100 тысяч плюс 100 тысяч, 200 тысяч, плюс 500 тысяч, 700 тысяч колено. Может быть. Я думаю, что меньше. Наверное, детей было все-таки не по 5 в семье, а детей было по 2 в семье. Значит, тогда у нас получится 400 тысяч было колено, если я правильно посчитал. Всего вместе. И таких было 12 колен, но колено, колено леви было менее, оно было малочисленным. Почему? Оно не было в рабстве. И мы отсюда учим очень важную такую идею, что чем больше давления на человека, тем он становится сильнее. И люди, которые пытаются избежать давления, да? Я сегодня только читал, у нас есть такой бот тоже в Новоикре, Жизнь по Торе, 365 советов Любавичского Рэба. И на сегодняшний день совет Любавичского Рэба, он такой. Он говорит, что постоянное давление жизни на человека нужно для того, чтобы выводить из потенциала в реальность его внутренние силы. То есть, если бы не было вот этого вот давления на человека, если бы не было вот этих вот сложностей жизни, то человек бы что делал бы? Он бы отдыхал бы, расслаблялся, жирел бы и все. И так исчезали все империи на пике. Как только они достигали какого-то уровня комфорта, сразу же начиналась деградация. И мы, к сожалению, видим сейчас в той же Америке, да, то есть начинается деградация. Раньше люди думали о том, как заработать кусок хлеба. Да, было тяжело, была там великая депрессия. Но люди ходили в костюмчиках, в галстуках, и ни у кого не возникал вопрос, к какому из 17 полов я отношусь, да? А сейчас ребенок, у которого все хорошо, у которого с детства его кормят золотой лошадью, у него все хорошо. Никакого давления, никто ему слова плохого не может сказать, никто его ничего не может заставлять. У него реализованы все его потребности. И даже если он не будет работать, его все равно будут кормить. Тогда он задумывается, а вообще я кто? Может, я не мужчина? Может, я не женщина? Может, я не бинарный? Может, я там и 17 уже полов придумали, 17 вариантов, да? Потому что голова, когда пустая, написано, что в Талмуде, в трактате Ктубот, написано, что даже если женщина из богатой семьи выходит за богатого мужчину замуж, то она, и даже если у нее есть 100 служанок, она обязана выполнять работу по дому, заниматься домашней работой. Почему? Талмуд говорит, если она не будет заниматься домашней работой, она сойдет с ума. Просто она сойдет с ума. То есть, если человек не занят работой, он просто съезжает с катушек. В психологические исследования последние говорят, что мозг, который не работает над достижением какой-то цели конкретной, этот мозг, он начинает как сам себя пожирать. Он начинает искать проблемы, ложки дегтя, кто меня обидел, кто не так сказал. То есть, человек погружается в скуку и депрессию. И почему? Потому что мозг или решает задачи, да, достигает цели, или он сжирает сам себя. То, что мудрецы Талмуда сказали нам еще полторы тысячи лет назад. Хорошо. Поэтому человек, как в начале Торы написано, что Бог создал человека для труда. Он его посадил в Ганеден, даже в рай, когда он его посадил. Он его посадил туда сохранять сад и обрабатывать, да, охранять и обрабатывать. То есть, если нет заданий, то человек сходит с ума. Итак, сегодня 15 глава. 15 глава, она, во всяком случае, полностью все ее начало посвящено, посвящено... Давайте подведем итог тому, что мы выучили из недельной главы. Мы выучили, что мы выучили о том... Ну, несколько для себя напишите инсайтов, да, которые, чтобы завершить резюме. Так, из недельной главы мы узнали. Оп, для себя зафиксировали. Важно, когда ты учишься, фиксировать какие-то вот основные идеи, эти идеи запоминать. Вот. Дамир задал тот же вопрос, который у меня всплыл в голове. Но если вы откроете главу Брешит, книгу Брешит, там написано, что Бог ли Авдау ли Шамра. И там есть наверняка комментарий, почему охранять и почему обрабатывать. Значит, вот этот вот вопрос очень хороший. Наверняка на него есть ответы. Наверняка, если зайти вот сюда в книгу Торы, Тора, первая глава Брешит, вы найдете этот отрывок из Торы, и вы найдете на него объяснение, комментарии, наверняка. Сейчас я не помню, от кого охранять. Не помню. Хорошо. Значит, все, Мишлей. Но в этом и смысл изучения Торы. Дамир, вот у тебя появился классный вопрос, который тебя волнует. Найди на него ответ. Найди, посмотри, комментарии, просто открой. Первая глава, находишь этот отрывочек и читаешь комментарии. Хорошо. Теперь Мишлей, притча царя Соломона, 15 глава, сегодня 15 мая. Первый отрывок. Манерах Яшив Хема. Мягкий ответ успокаивает гнев. Мягкий ответ успокаивает гнев. Теперь Удвар Эцев. А слова Эцев это такие, как грустные, да, такие вот, ну, негативные. Яле Аф поднимает, поднимает тоже гнев. Теперь на русском языке и то гнев, и то гнев. На иврите это разные слова используются. Есть Хама, это гнев в сердце, раздражение. А есть Аф, это выраженный гнев, это крития, это ярость, которая наружу. Теперь о манерах. Мягкий ответ, он успокаивает вот этот внутренний гнев. Теперь это говорится о двух случаях. Первое, например, у меня есть раздражение. У кого-то есть раздражение. Если я начну наблюдать за своей речью, и я начинаю говорить мягко, мягко, спокойно, то вот этот спокойный голос, он же меня же успокаивает. То есть внутри есть такой вагус, на английском называют, блуждающий нерв, на русском. Этот блуждающий нерв, он все время отслеживает какое-то внутреннее состояние. Он следит за всеми параметрами, за всеми показателями и включает автономную нервную систему, или она включается на Baby Dizamri. То есть это реакция, которая такая на стресс. Или же эта система нервная, она спокойно работает, и человек находится в спокойном, приятном состоянии. Если у человека возникает внутри вот этот вот гнев, такой подавленный, хама это как внутренний гнев, и он начинает волноваться, то этот вот нерв, он считывает эту информацию и включает выброс всех этих гормонов стресса, да, человек входит в еще большую панику, ярость, там, ну, ничего хорошего. Теперь нам говорит царь Соломон, манерах, как только человек начинает говорить мягко, можно даже есть, психологи советуют напивать так спокойненько внутри, тихонько так, напивать, да, то этот нерв, который считывает информацию, он считывает, что все спокойно, и стресса нет. То же самое, если ты с тем-то разговариваешь, кто-то начинает с тобой разговаривать как-то некрасиво, ты в этот момент, манерах, мягкий ответ, мягкий ответ, он убирает, снижает внутреннюю раздражение. Ведобар, двар, этцев, двар, этцев, ледобэр, это так жестко ледобэр, но если ты начинаешь жестко ледобэр, он поднимает ярость. Слово за слово, люди могут застрелить друг друга, убить, там, ну, я помню когда-то, даже, по-моему, я в книге приводил этот пример, в новостях. Один стоял, курил, второй сделал ему замечание, тот ему ответил, этот его ударил и убил. Вот тебе покурил, хорошо, да, называется. То есть, а тот на 10 лет в тюрьму сделал замечание, хотел, чтобы люди меньше на улицах курили, да. Ну, это нормально, это вообще ненормально. И это все начинается с разговора. Теперь дальше, второй отрывок в 15 главе. Лашон хахамим тейтив даат. Значит, язык мудрецов, он улучшает познание, упикселим, ябия и велет. А род грешников, он выражает стептицизм и стептицизм. И велет это улай, такой, знаете, цинизм, стептицизм. Казалось бы, ну, вот человек, он стептик и циник, да, и пессимист еще, плюс ко всему. И он такой, все время он такой яд, вот он из себя производит, он такой ядовитый, прям все. Но у него и лицо соответствующее, и сам он такой, как сморченное яблочко такое. А что делают мудрецы? Мудрецы своим языком, они украшают познание. То есть, познание это тот мир, который ты воспринимаешь, который строится из того, на что ты обращаешь внимание, и как ты себе описываешь то, что ты видишь. Мудрецы, они своими описаниями, они улучшают Тейтифдаат, они улучшают свое познание. Например, Равбинсон Зильбер, Равин, сын Равыцкого Зильбера, он когда встречается, он человека спрашивает, ну что, что у вас хорошего нового? И так он тебя берет за руку, улыбается, и ты думаешь, а действительно, что у меня хорошего нового? Вау, Равбинсон, у меня это хорошее, это. Ты шел к нему жаловаться, а он тебе спрашивает, что у тебя хорошего нового? Ты вспоминаешь, что у тебя хорошего нового, и уже ты, наоборот, как бы благодарный такой. Дальше ты ему говоришь, например, вот у меня, значит, жена там обижает. Он спрашивает, и что вам сказала ваша замечательная жена? Что она? Она не обижает, она что-то сказала. А ты можешь это воспринять, как обижала, или ты можешь это сказать, как сказала? И он своими словами, мудрец, он улучшает, он улучшает мир, да? Что хорошего нового? Как дела? Что, над чем ты сейчас работаешь? Что ты улучшаешь? Можно, какая у тебя проблема? О, у меня проблема. Да, и что это она у тебя такая проблема? Наверное, раньше-то еще хуже было. Да, раньше еще хуже было вообще. И все, человек загнанный, он все, он в этом самом. Теперь, значит, или. И что вы хотели бы? То есть ты можешь перевести любую реальность в то, что ты хочешь, куда ты хочешь ее вывести. И ты можешь проблему расковырять до безобразия. Значит, третий отрывок. Значит, Беколь маком, Эйнея шем, в каждом месте глаза Бога, Цофот просматривают, Раим в эту вим, и плохих, и хороших. Что это значит? Просматривают глаза Бога и хороших, и злых, и добрых. Вот когда-то я написал комментарий, это книга моих комментариев, да? Бог просматривает, это слово похоже на рентген. То есть вот именно Цофе, это не как Руэ, это Цофе просматривает. Это слово похоже на рентген, который проникает везде. Бог не где-то в высотах. Все мироздание от молекулы до мельчайших составляющих энергии, это проявление Бога. И хорошее, и плохое, и вся реальность, это проявление Бога. В зависимости от мыслей, выборов и поступков людей, с ними происходят события их жизни. С миром в целом происходят изменения вследствие свободы выбора, которую Бог дал человеку. Значит, как это понять? Вот человек один, значит, он утром проснулся и говорит, все плохо. Как меня все достало? О, у меня как все болит, наверное, что-то я болен. О, вообще, что за жизнь, что за день вообще, что меня впереди ждет? Все ужас, ужас, ужас. То есть он создает нити-фильтр своим языком, своим восприятием. Еще с ним ничего не произошло. Ты в кровати лежишь вообще, ты только вообще еще глаза открыл. Что ж ты уже начинаешь жаловаться, что у тебя будет все плохо. Но внутри него вот этот вот божественный свет рентген, он пропускает ровно, то есть он как бы создает фильтрами свое будущее, свой будущий день. Другой он просыпается, открывает глаза, говорит, Модеа Ниле Фанеха, благодарен я перед тобой. Мелы Хайвы Каян, царь живой и сущий. Шейхизар Табиниш Мати Бахем Лаш, что вернул ты в меня душу мою. Раба Емуна Теха, велика твоя вера в меня, что ты и моя вера в тебя, и твоя вера в меня, что вообще я открывать могу глаза. Вау, какой кайф. Так, руки есть? Есть. Работают? Работают. Ноги есть? Есть. Работают. Слава Богу, работают. Сейчас я их разомну. Так, дальше. Дальше мне нужно встать. Мне дела три, два, один. Встал. И он занимается тем, что с ним есть. Ожидает и молится Всевышнему, чтобы дальше было только лучше. Он весь наполнен позитивом. Наполнен, как здесь нам написано, Язык мудрецов, он улучшает познаваемое. То есть, он все описывает с позитивной стороны, такой оптимистичной. Дальше. Он знает, что в каждом месте глаза Бога, как бы вот этот рентген Бога, просматривают и плохих, тех, кому плохо, и те, кто ожидают плохо от будущего, и те, кто делают зло, и Товим, и те, кто на стороне добра. Все просматривается, все просвечивается. Марпелла Шон Эх Эцхаим, значит, вылечивает язык дерева жизни. Ве Селеф Ба Шевер Беруах, значит, четвертый отрывок, исцеляющий язык древа жизни, а искривление в нем сокрушение духа. Своим языком человек может приобретенная беспомощность. Я ничего не могу, ничего у меня не получится, я слабый, нет у меня сил, я не могу. Он может сокрушить свой дух своим языком. И исцеляющий язык древа жизни, человек может сказать, я верю в Бога, я верю, что у Бога безграничные силы, значит, у меня безграничные силы. Нет вещи в мире, которые могут устоять перед моим желанием. Я хочу, буду молиться, буду делать. Я буду, то есть, человек может как создать себя, соединить с древом жизни. Древо жизни – это Тора, Всевышний молитва. Также он может сломать свой дух полностью, сказав, ничего не могу, ничего не хочу, все нереально, Бога нет, души нет, жизни нет. Все, значит, то есть, это все выбор человека. Это все выбор того, как он своими словами строит свою жизнь. И, значит, пятый отрывок, на нем мы закончим. Грешник-стептик презирает наставление отца своего, то есть, Всевышнего. Грешник-стептик, он говорит, да, фигня, это все. Кто? Царь Соломон? Кто такой царь Соломон? А кто это сказал, что это вообще царь Соломон? Да это что-то, Ицхак этот. Кто это, Ицхак этот? Все, это грешник-стептик. Он все, значит, обесценил, презирает наставление отца своего, но кто соблюдает поучение, становится умным. Пятый отрывочек, пятый отрывок, он звучит так. Эвиль, это грешник-стептик. Инац-мусар-авив, он презирает мусар наставления отца своего. Вешумер-то-хахат-ярым, а тот, кто сохраняет увещевание, сохраняет, запоминает и применяет, он, значит, что становится умным. Ну и так далее. Глава, удивительно, тут есть очень много других полезных советов про ленивого. Вот классный 17-й совет, например, да, 17-й совет. То в арухат ерек лучше трапеза из овощей, из травы, можно сказать, веганская, да, такая вообще веганская трава. Так лучше трапеза из травы. Ваваша и любовь там, и при этом человеку внутри хорошо. Мишор-авуз, чем есть жирная говядина, это была самая большая деликатес, такая мраморная говядина, да, выкормленный бык, весинабо, и ненависть с ним. То есть для человека лучше жить в любви, в доброте, в хорошем состоянии внутреннем, да, и даже при этом он веган, чем есть мясо, обжираться, сидеть вот это вот с таким животом, и, значит, обжираться, и при этом быть со всеми в конфликтах, в судах и сена, и умирать потом, не дай бог, от инфарктов и инсультов, не дай бог, чтобы ни с тем такого не было. И, значит, тридцатый отрывок, давайте на позитивном закончим, тридцатый отрывок. Значит, мы ор и наем и сама хлев. Ведение глаз веселит сердце. Мы ор и наем и сама хлев. То есть получается так, то, что человек видит, может радовать его сердце. То есть если ты выбираешь, фокусируешь свое внимание на красоте, выходишь в цветочек красиво, в небо красиво, дерево красиво, то есть красивая картинка, она радует сердце. И ты можешь выбрать вокруг себя обязательно что-то красивое, что тебе нравится, на что посмотреть. Ушмуатово, а хорошее знание, доброе знание, когда ты что-то доброе вспомнил, услышал, понял, осознал, кидашен эцим, оно укрепляет кости, оно укрепляет плоть. То есть красивая картинка и хорошие, добрые мысли, они укрепляют плоть. Чтобы все мы были здоровы, чтобы благодаря изучению Торы мы поняли вообще, как все работает и выбирали всегда только доброе, только хорошее, только правильные пути в жизни. И чтобы в молитве, самое главное, в начале молитвы всегда просить, чтобы Всевышний вам открыл правильный путь, чтобы Всевышний вам открыл правильные выборы, которые надо сделать. И чтобы он дал на этом пути благополучие, здоровье и все, что вам нужно. Все, всем удачи и успехов. Закажите Мишлей. Есть в Вене Мишлей, вот Максим покупал 500 книг, у нас есть в Вене, есть в Харькове 1000 книг и в Израиле есть около 200-300 книг. Поэтому, если кому нужно, очень классная, полезная книга. Каждый день изучаете по главе, за месяц заканчиваете притчи царя Соломона, за год заканчиваете 12 раз, и тогда вот увидите вашу жизнь, просто у вас будет полная система координатов в мире, как правильно жить. Все, удачи и успехов, до завтра. Спасибо, Максим. Максим, пришли, пожалуйста, я поставлю в описании урока твои выводы. У Максима очень четко структурированное мышление, и он очень прям выделяет такие главные моменты, да. Все, и Влад у нас есть, Влад, редактор Влад Косов, замечательный человек, который в Киеве находится. Спасибо ему огромное, он уже 5 лет редактор ВАИКР, все материалы на сайте, все материалы выходят описания его, у него уникально остроумные такие прямо четкие описания. Им большое спасибо. И подпишитесь на все наши каналы. Есть у нас YouTube, Instagram и Telegram, и Facebook, конечно. Все, удачи и успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok